доброго времени суток всем для канала олег нестеров брест хочу рассказать про конструкцию моей печи начнем с бака бак у меня стоит от комбайна niva на 300 литров раз его налил осенью и зимой разок но это если топить почти что каждый день чтобы жечь от 300 литров чем хорошо привез канистры слил в него и канистры отправил в сервис пацанам чтобы наполняли так дальше поставил кран шаровой пустил от него пластиковую трубу вдоль стены по уровню вот до этой обрезаны канистры перепад вот этой трубки пластиковой относительно крана где-то примерно ну сантиметра три наверно это уклон достаточно чтобы вступала сюда масло к этой трубке приделал вот бачка унитаза клапан который можно регулировать уровень печи соединил печку и канистру железным шлангом для газа он не боится ни жары ничего с ним не происходит чтобы почистить вот гаечку отвернул на 24 ключом делать делов пять секунд и всю печку разбираешь чистишь чистится на раз в неделю слив разобрал и кто хорошо чем хара хорошо вот этот клапан который стоит конечно тоже он выставлен по уровню то есть раз подогнул поводок поплавка этого отрегулировал и все приходишь открываешь кран зажигаешь и все в нее не смотришь уходя домой закрываешь даже можно ну куда-то отлучиться то есть не боясь случилось не произойдет если даже печка погаснет масло не перельется через край клапан закроется и все здесь касаемо печки вот здесь стоит поддувала вот она у нас вот снято есть другой такой же вот мы взяли насверлили в нем отверстий по боку с боков со всех ну как хотите из-за этого перестал накапливаться нагар вот в этом месте и вот в этом потому что без этих отверстий почему-то она засрется и тухло так что касаемо вот этого верхнего дожигателя вот здесь вот тоже насверлено отверстие по как сказать чертежам их здесь должно быть 25 штук по 10 миллиметров я сделал нижний ряд 10 следующий 9 8 7 и 6 ну и не знаю как это влияет на горение но я думаю что зачем терять лишнюю тягу вот здесь вот вверху когда она пригодится вот здесь вот взяли еще подсверлили вот снизу дырочки несколько штук вроде горит хорошо для удобства разбора и собирания вот этой всей каланчи вот был приварен данкрат от классики данкратом я думаю ни одна ни одна дверь была помята вот он здесь нашел свое применение то есть собрал подкрутил его как надо и все он держит так в интернете не нашел вот таких клапанов что кто-то делал чем хорошо он не боится не холодное масло там какой в баке теплая струйка всегда одна то есть какая нужна печки потому что если капельницы ты настроил раз на текет масло нагрелась стал толще то есть надо регулировать убавлять тут ничего этого делать не ну еще раз повторюсь вот чем хорошо приладил сюда верстак вентилятор комнатный нога у него сломалась тоже очень хорошо разгоняет тепло по гаражу всем свидания спасибо за просмотр